В Германии бастуют машинисты. Сотни людей не вышли на работу. Теперь это может перерасти в транспортный коллапс. Чего требуют участники забастовки, расскажет Шолпан Найманбаева. По всей Германии перестали ходить поезда и электрички. Лишь 20% ЖД-транспорта работает по расписанию. Всему виной забастовка машинистов, которую они внезапно объявили. Началась она в среду вечером и продлится более 20 часов. Профсоюз железных дорог и транспорта требует повышения зарплат для 10 тысяч сотрудников. На данный момент их средний заработок превышает 3000 евро. Но работники хотят зарабатывать на 555 евро в месяц больше. Помимо этого, они хотели бы получить единоразовую премию в размере 3000 евро. Также активисты настаивают на сокращении рабочих часов с 38 до 35 в неделю. По предварительным данным, из-за забастовки пострадают сотни тысяч пассажиров. Однако компания Deutsche Bahn обещает возместить пострадавшим гражданам стоимость билетов. В целом, я поддерживаю забастовки работников, но не сегодня, так как мои планы рушатся. Завтра вечером я должен быть в Зальцбурге, а мой поезд отменили. Теперь вместо того, чтобы сесть в свой вагон, я должен вернуться домой и искать альтернативу. Возможно, придется покупать билет на самолет. Сейчас, конечно, мне тяжело сказать свое мнение о забастовке. Мне повезло, я успеваю на последний поезд. Однако в пути пришлось провести 7 часов. Для меня это небольшая проблема, потому что я работаю удаленно из дома. Но многим, наверное, будет тяжело добираться на работу из-за забастовки. Тем временем требования машинистов руководство железных дорог отклонило, назвав их завышенными. Первый раунд переговоров был провален накануне. Сегодня стороны намерены вновь сесть за круглый стол. Профсоюзе настроены решительно, и в случае неудачи машинисты грозятся провести новые стачки. Шулпана Иманбаева, Милослав Виновский, Германия, Хабар-24.